Мы сейчас с вами поговорили, да, познакомились между собой с одной стороны, да, и как раз вот обсудили, что было лично для вас, толчком, когда вы лично приняли решение заниматься все-таки сетевым бизнесом. То есть из того, что сейчас я от вас услышала, да, то есть я поняла, что есть люди, которые, так как Дмитрий, да, которые сами искали компанию. То есть они были уже готовы, и, то есть Дмитрий пришел сам в компанию, сказал, расскажите мне, покажите маркетинг-план, да, все, я уже готов. Есть люди, которые уже пробовали продукт, получается, уже получили какие-то свои результаты, да, но услышав информацию дополнительно другого человека, приняли решение, да, кто-то, получается, зрел практически год, там наблюдал, да, смотрел и получив уже предложение, да, то есть изучив материалы подольше, соответственно, там за три дня, да, изучив полностью материалы, принял самостоятельное решение и так далее. То есть получается, что, обратите внимание, мы все разные, то есть получается разным людям, то есть у нас в голове, то есть то, что мы думаем, то есть мы чего хотим от человека, мы хотим, чтобы человек точно так же, как мы, принял решение точно так же, как мы. Вот если я, например, принял решение сам, я все изучил, да, я сижу и ожидаю, что, а почему люди не такие, почему они сами не приходят и не просятся ко мне, не стучатся ко мне в бизнес, они говорят, слушай, возьми меня к себе, да, в команду, да, то есть сами не подписываются. То есть если мы ожидаем, что, вот я сейчас рассказал человеку, человек должен на завтра активировать контракт. На самом деле, то есть нужно просто понимать, что люди разные, у всех механизм принятия решения абсолютно разный. И когда мы от человека чего-то ожидаем, нужно понимать, человек нам ничего не должен, у него идут свои какие-то процессы. То есть мало того, то есть бывает такое, что он может сталкиваться с другими какими-то компаниями, может быть он пробовал уже заниматься сетевым бизнесом каким-то, у него, он или его родственники, у него могло что-то не получиться, например, и, соответственно, у него есть какие-то сомнения. Либо у него, может быть, он сейчас занят каким-то другим проектом, да, то есть он про другое думает. И в тот момент, когда мы дали ему предложение, есть люди реально, которые уже готовы, созрели, и вот ты только вот уже на готовую, скажем, готовую почву, которая уже взрыхлённая, там, удобрённая, да, раз мы зёрнышко только это положили, раз и всё, и пошёл, да, то есть расти цветок, да, и мы уже видим, что вот, вот он результат. А если мы далее, вот, посадили тоже зёрнышко в почву, которая не подготовленная, да, результат будет совсем другой. И здесь вопрос, как мы с вами на это будем реагировать. Во-первых, первая реакция, да, ваша какая должна быть. Во-первых, мы не обижаемся ни на кого, ни от кого ничего не ожидаем. Понятно, что когда я иду на встречу, когда я провожу первую встречу, вторую встречу, у меня есть большое желание найти лидера, у меня есть большое желание найти ещё одного мне в команду человека, который действительно будет вместе со мной работать, зарабатывать для себя деньги, да, чтобы мы будем вместе этот бизнес строить, но у меня нету ожидания, что человек точно подпишется, что человек точно у меня, что он должен подписаться, там, и так далее. То есть я иду абсолютно без всяких ожиданий. Тогда у меня нет разочарований. Потому что если я каждый раз вот там жду, вот он сейчас там подпишется, или там сейчас он будет работать, а потом вдруг он быстро не принимает решения, да, у меня может, я могу сгореть тогда, если буду всё время разочаровываться. У меня ожиданий нет. Ну, я настойчива, у меня есть цель. То есть я понимаю, что когда я строю бизнес, я понимаю, смотрите, вот здесь есть какая-то система. То есть у меня есть, то есть мы работаем, у нас гибридный маркетинг-план, да, для того, чтобы я зарабатывала по максимуму все бонусы, а основной бонус, так или иначе, это бинарный бонус, да, у нас. То есть получается, мне нужно, чтобы у меня в моём бизнесе было 4 ветки в бинаре, 4 ветки в бинаре, которые будут одинаково сильно работать. То есть я понимаю, что те люди, которые… То есть мне нужно минимум 4 лидера сильных, да, мне нужно 4 сильных-сильных-сильных человека, которые будут качать вот эти объёмы в каждой этой ноге. С учётом того, что я понимаю, что в этом бизнесе реально можно зарабатывать и зарабатывать очень много, да, то есть вы знаете, да, какие суммы мы зарабатываем. То есть получается, что я понимаю, что вот эти люди, они будут зарабатывать минимум по миллиону, минимум. То есть в принципе они могут зарабатывать и больше и 3, и 5, и 10, и 15 миллионов. То есть когда я ищу вот сюда человека, я ищу человека, который будет зарабатывать миллион рублей минимум. То есть я не ищу человека, который будет зарабатывать там какие-то там 20-30 тысяч дополнительного дохода. И, соответственно, если человек не принимает решение принять мой бизнес, то есть если он не пришел, например, не подписался, не активировал контракт, у меня внутри есть понимание, что, возможно, он еще не до конца понял. А вопрос, почему? Если, например, ты сейчас работаешь, например, зарабатываешь 50 или 100 тысяч или 30, и у тебя есть возможность заработать миллион. В чем вопрос? То есть либо он недостаточно понял, либо у него есть какие-то внутри сомнения, что действительно здесь можно заработать. И в том, что если бы он уже точно это осознал, он 100% был бы уже здесь. И это вопрос не в том, почему он не понял. Вопрос в том, что, возможно, я не донесла. Может быть, я нашла не те слова, может быть, я не до конца еще что-то объяснила, может быть, я ему рассказала все то, что нужно, но он пришел домой и столкнулся с какими-то сомнениями, с кем-то он поговорил, кто-то ему заложил в его голову какие-то вопросы, сомнения, на которые он не может ответить, и все. И поэтому у меня, когда я понимаю, что мне нужно вот с этими людьми непосредственно, то есть я их хочу точно найти, это моя цель, мое желание. Поэтому моя задача с этим человеком все-таки встречаться и поставить все точки над «и». потому что, если я этого не сделала, у меня будет незакрытая внутри ситуация. Я буду все время думать о том, что, ну вот, есть же вроде человек, да, то есть почему он все-таки не принял решение. Поэтому получается, когда я с этим человеком договариваюсь о встрече, здесь очень важно иметь настойчивость. То есть я бы хотела сейчас сразу разделить понятие настойчивость и навязчивость, потому что мы все, мы боимся быть навязчивыми, да. А как так, да, то есть, ну, как же я ему позвоню, вроде как неудобно, да, то есть мы с ним, то есть он, я не хочу, чтобы он меня там потом вычеркнул из списка своих знакомых, удалил из телефона и не брал круг трубки, да. Здесь вот нужно разделять, потому что если мы, например, что такое навязчивость, это когда мне человек сказал о том, что, слушай, я не хочу, например, этим заниматься, а я все равно ему беру и звоню и говорю, нет, ты хочешь, наверное, ты не понял, давай там еще, ну, то есть мы одно и то же, ну, то есть одно да потому, да, человеку говорим с одной и той же стороны. Это вот эта навязчивость, когда человек говорит, слушай, он тебе говорит, я не хочу пить воду, ты говоришь, да нет, ты хочешь пить воду, попей, он говорит, нет, я не хочу воды, ты говоришь, да нет, ты просто еще не понимаешь, на тебе воду. Получается, что он, а он, может быть, кушать хочет, да, то есть, а мы не знаем, да, что ему реально надо, А если мы начнём с ним разговаривать и спросим его, то есть нам важно, чтобы у нас была хотя бы возможность в принципе с ним встретиться и обсудить, а что ты на самом деле хочешь, что у тебя на самом деле, какие у тебя мысли есть. То есть если я, например, тебя спрошу о том, что хочешь ли ты пить, ты говоришь, нет, не хочу. А что ты хочешь на самом деле? Ты скажешь, я хочу кушать. А, слушай, так ты хочешь кушать, так у меня есть. То есть понимаете, а это вопрос просто спросить, просто начать с человеком разговаривать. И поэтому здесь очень важно иметь настойчивость для того, чтобы просто с этим человеком иметь возможность встретиться в любом способе. То есть мы можем встретиться где-то в кафе, то есть если человек по какой-то причине не готов прийти в кафе, мы можем встретиться с ним, мы можем встретиться в другой удобной обстановке, мы можем к нему приехать и с ним поговорить. Но нам нужно поставить точки над «и», проговорить еще раз ситуацию, для того, чтобы у нас была возможность действительно увидеть ситуацию целиком. Поэтому, например, если изначально, то есть у нас технология нашей работы выстроена таким образом, что у нас есть две встречи, минимум две встречи. Причем есть люди, которым нужно не две встречи, а три встречи, например, или пять встреч даже. То есть он может прийти первый раз, встретиться с нами, потом мы встретимся с ним второй раз, например, он может быть со спонсором, третья встреча может быть еще с более вышестоящим спонсором, а четвертый раз это может быть групповая встреча, а пятый раз это может быть региональный клуб. Только тогда человек может принять решение. То есть это, знаете, такая многоходовка. То есть может быть несколько этапов принятишь, а кому-то нужно, кто-то примет решение сразу. Поэтому получается... Здравствуйте, мы ведем тренинг, когда присоединяетесь. То есть получается, что здесь важно, что мы понимаем, что нам возможно, нам нужно встретиться несколько раз. Поэтому еще, когда мы проводим первую встречу с вами, когда мы встречаемся с человеком, рассказываем о возможности бизнеса, если человеку интересно, если он готов в этом разобраться, в принципе, готов строить бизнес, почему бы нет, да, хочу, мне все интересно, вы его регистрируете и обязательно прямо на первой же встрече тут же назначаете встречу вторую. Потому что если реально человеку правда интересно, то есть если вы ему показали, смотри, ты можешь здесь реально зарабатывать миллион рублей в месяц, например, через год, через два, и вы показали, что действительно такая возможность есть, если я понимаю, что действительно меня это цепляет, я точно приду там, то есть мне, это для меня действительно важно, это действительно информация для меня ценная, я точно найду полчаса, час времени для того, чтобы с этим человеком встретиться. Если я говорю о том, что, слушай, я еще не знаю когда, может быть там сейчас, может быть через неделю, это значит, я не вижу ценность. Потому что если мне, если я вижу реальную возможность заработать, я точно приду, я отложу какие-то другие дела, потому что это становится приоритетом. Поэтому, если, например, человек говорит о том, что я не знаю, когда мы с тобой встретимся, давай мы с тобой спишемся, может быть встретимся на следующей неделе, через месяц, то есть это значит, вы не донесли ценность. Это значит, что вам нужно прямо тут же на первой встрече понять, скажи на самом деле, что тебя вот сейчас, какие мысли, что тебя на данный момент останавливает, для того, чтобы начать прямо сейчас, зачем откладывать через неделю. Вы можете вытащить, какие у него есть сейчас сомнения, возражения, и прямо тут же их отработать, допродать ему прямо тут же на первой встрече ценность, для того, чтобы он точно на вторую встречу захотел прийти. Потому что если вы изначально, у вас будут непонятные отношения прямо на первой встрече, то, соответственно, вторая встреча может не состояться, и дальше смысл, если что-то продолжать. Поэтому прямо на первой же встрече здесь же мы проговариваем, то есть точно ли ему интересно, если ему интересно, значит, мы ему даем какой-то небольшой материал, важно здесь его не перегрузить. Мы ему не говорим о том, что изучи вот это все, вот почитай вот это, и вот это, и вот это, и вот мы с тобой там послезавтра встретимся. Он говорит, нет, слушай, у меня не будет столько времени изучить вот это все, да, то есть это большой, огромный материал. А если ты ему говоришь, смотри, твоя задача какая, то есть я тебя сейчас зарегистрирую, и ты домой придешь, у тебя же будет полчаса времени, то есть дома, прямо сегодня, ты прямо залезешь и прочитаешь тренинг, посмотришь тренинговый курс, просто пробежишься, да, потому что там как раз описана система бонусов, ты там увидишь, за что, как платятся деньги. А мы с тобой встретимся, и еще раз уже поговорим, там, завтра, послезавтра уже поговорим, сколько денег ты будешь зарабатывать, за что конкретно деньги платятся, что конкретно нужно делать, да, ну и так далее. То есть получается, что мы человеку даем очень маленький кусок объема информации, которую он там за полчаса сможет точно дома посмотреть. Вот, и мы прямо тут же, на первой встрече, мы говорим о том, что давай сделаем так, поскольку тебе тема интересна, я приглашу человека, который в этом разбирается очень-очень круто. Это человек, который уже здесь зарабатывает деньги, у которого уже есть команда, который реально сможет тебе ответить на все вопросы, и вы договариваетесь прямо тут же, вы договариваетесь о встрече с вашим спонсором, либо непосредственным, либо вышестоящим, то есть потому что вторая встреча, желательно, чтобы она была сильнее, чем та, которую вы сейчас провели. И важно, чтобы вы продали этого человека, чтобы вы рассказали о нем, почему тебе важно встретиться с этим человеком, да, потому что вы можете сказать, что, ты знаешь, я этого человека очень-очень уважаю, у него очень хорошие результаты, он очень хорошо разбирается в теме, и ты знаешь, он, этот человек очень занятой, мне очень важно, чтобы мы с тобой нашли время, да, чтобы он нашел время с нами встретиться. Давай мы прямо сейчас попробуем позвонить. Вы ему прямо сейчас звоните и говорите, например, допустим, ваш спонсор, например, Наташа Иванова, да, вы звоните Наташе и говорите, Наташа, у меня есть человек, вот с которым я прямо сейчас на встрече, мы договаривались, то есть я зарегистрировала этого человека, ты можешь найти завтра, завтра, послезавтра для нас время встретиться, для того, чтобы провести вторую встречу. И Наталья говорит, например, я могу завтра, например, в такое-то время. Ты сразу тут же согласен, ты можешь в это время? Давай мы сразу договоримся, сразу договоримся о месте времени. Тогда уже у человека есть, возникает привязка, ага, что я точно приду. И, соответственно, вероятность того, что он придет на эту встречу, существенно выше, чем если вы потом когда-нибудь будете договариваться позже. Поэтому сразу фиксируйте время и место. Дальше. В случае, если вдруг, то есть вы договорились о встрече на какое-то время, и если вдруг, например, у вас, вы с человеком договаривались, подтверждаете встречу, он говорит, слушай, я встретиться не могу, там сегодня, да, там, например, мы договорились о том, что мы встретимся завтра, да, то есть вы ему звоните утром, он говорит, вы говорите о том, что все, мы с тобой сегодня встречаемся, так, он говорит, слушай, я сегодня не могу. Если не могу, давай конкретно договоримся на конкретное время, да, потому что если мы потом когда-нибудь созвонимся, это может быть перенос, знаете, там, на завтра, послезавтра, потом вам уже неудобно будет звонить, чего каждый раз его дергаете. Вот, вам точно, все равно, вам нужно всех людей, с которыми вы коммуницировали, вам нужно поставить точки над «и», чтобы не было, в принципе, незакрытых ситуаций, потому что иначе вы будете, это будет отнимать у вас энергию. То есть обязательно закрывайте все сделки. То есть мне нужно понять, либо да, либо нет, то есть я, в принципе, я же не настаиваю, я не предлагаю, что тебе нужно активироваться прямо сегодня, там, да, или там завтра. Ну, то есть мы можем с тобой начать там через полгода работать, то есть я же от тебя не завишу, у меня есть много людей, с которым работать. Но мне важно понимать, да, то есть мы с тобой начали контактировать, мне важно понимать, какую информацию тебе еще нужна для того, чтобы принять решение. И, например, я звоню человеку, я звоню тебе, да, например, и говорю, слушай, тебе, то есть мы с тобой договорились о встрече, ты говоришь, я сегодня не могу, да, например. Но я тебе могу спросить, слушай, Ань, ну тебе эта тема вообще-то интересна все-таки? Ты говоришь, да, интересно, но вот у меня сейчас вот нет времени там, например, этой темой сейчас заниматься. Я посмотрела, что у меня там сейчас там мой проект и так далее. Я в этом случае, моя задача не отпускать человека. Моя задача все-таки договориться о том, чтобы мы имели возможность встретиться хотя бы там полчаса на час. Я тогда буду говорить, Ань, слушай, я поняла, что у тебя сейчас времени в данный момент на это нету, на то, чтобы прямо этим сейчас заниматься. Но мне бы хотелось, то есть давай мы с тобой все-таки встретимся, поговорим, я тебе дам информацию, о которой ты будешь там еще, может быть, полмесяц, там, два думать. Я тебе расскажу, где там что почитать, какие там, чтобы у тебя были какие-то мысли. И дальше, когда у тебя потом уже появится время, чтобы ты уже включилась, и включилась максимально эффективно. То есть моя задача все-таки вытащить ее раз на эту встречу, да, и на этой встрече уже проговорить все моменты, ну, почему она не готова включиться. Потому что если здесь она может заработать миллион, какие могут быть дела, которые еще более важные, да, там, условно, где она зарабатывает, например, 30 тысяч. То есть мне нужно обязательно с ней встретиться и проговорить эти моменты. Поэтому я договариваюсь все-таки о том, что встретиться. Вот. Дальше. Например, мы встретились. Ну, к примеру, мы с тобой встретились, да. Вот. С чего начинаю я встречу, да. И когда мы встретились, даже любую встречу, хоть первую встречу, хоть вторую встречу, мы не начинаем сразу взлело, да, потому что иначе, ну, то есть это касается вообще в принципе любых встреч. Нам нужно, чтобы мы выдохнули, да, нам нужно, чтобы мы настроились на, опять же, общую волну, опять же, вот этот момент присоединения, да. Я могу сказать, Наташа, что я очень рада, что мы с тобой снова встретились вообще, да. То есть я поражаюсь на самом деле, насколько ты всегда умеешь выглядеть настолько элегантно, настолько красиво, вообще такая молодая, красивая, подтянутая всегда. Как тебе это вообще дается? Что ты делаешь с собой? Да, у меня, кстати, такие ситуации были. Мы второй раз встречаемся, да? Да, да, вторая встреча. Ну, они уже знают про тайгу. Ну, ты же уже знаешь про тайгу. Ну, предположим, что ты, например, еще не в тайге, да, то есть, естественно. Получается, что, смотрите, моя задача какая, то есть, в любом случае, я первая, когда я встречаюсь, даже если это вторая встреча, у нас идет мини-разговор, ни о чем можно сказать, да, то есть, получается, что мы говорим, то есть, я начинаю мини-разговор с комплимента какого-то, да, мы можем что-то опять там заказать чай, кофе снова. Я могу сказать о том, что, слушай, опять зима вернулась, да, то есть, получается, слушай, у нас уже апрель на дворе, да, на улице минус вообще. То есть, не дальше, например, скажешь, да, слушай, а я помню, в прошлом году было по-другому, в этом роде году уже было теплее. Я могу сказать, что, слушай, ты знаешь, у меня, у меня же Любаша сейчас в Праге, а в Праге плюс 22, вот насколько, да, у нас в Сибири все-таки другая погода, да. Ну, то есть, получается, разговор ни о чем сначала, да, то есть, получается, это мини-мини разговор для того, чтобы мы просто, опять же, почувствовали друг друга, расслабились, опять пришли на нормальную волну, потому что, если мы сразу начнем с дела, да, то вероятность того, что нам уже просто сказать, Света, слушай, я подумала, я сейчас прямо, прямо сейчас мне начать не готова, мне нужно сходу что-то будет тут же быстро что-то решать, да. А если я, мы опять же настроились на общую волну, дальше мы можем уже и поговорить. Дальше я могу там Наташу спросить о том, что, слушай, Наташ, я хотела, ну, то есть, мы с тобой в прошлый раз говорили, про тайгу, вот, я бы хотела понять, ну, что вообще, какие у тебя мысли? То есть, получается, я не спрашиваю ее, есть ли у нее сразу какие-то сомнения, или готова она сейчас или не готова, то есть, я не спрашиваю какие-то односложные вопросы, я и спрашиваю, какие у тебя мысли, потому что, если, например, она, допустим, может, она всю ночь не спала, и она уже, у нее уже планы по захвату мира, она уже продумала, она уже написала список своих знакомых, она уже приготовила деньги, да, и так далее. А я сейчас начну грузить о том, что какие у тебя сомнения. Она, конечно, сейчас сомнений, на каких-нибудь надумает, и потом начнет сомневаться, точно ли мне что-то надо. Поэтому, получается, изначально я изначально спрашиваю, какие у тебя мысли? И тогда, получается, человек мне начинает говорить о том, что, ты знаешь, я вот уже посмотрела, да, я подумала, да, у меня есть деньги, и у меня есть только вопросы, ну, вот, какой вариант входа выбрать, например, базовый бизнес или стартап, как зайти? Исходя из этого, значит, у меня пойдет встреча, да, то есть, значит, я им, я и начну рассказывать о том, как, ну, то есть, каким образом, да, в маркетинг-плане выплачиваются деньги. Либо она может сказать о том, что, да, у меня все хорошо, да, то есть, мне все понравилось, но я начну, например, попробовать продукт, то есть, я хочу получить свои результаты, потому что, я, как я могу предлагать, если я не знаю. Либо она может сказать о том, что, знаешь, я подумала, короче, это не мое. Да, и я, соответственно, исходя из того, как она мне ответила, я буду выбирать формулу диалога, да, что дальше говорить, да, то есть, соответственно, первое, ну, Наташа, какие у тебя мысли? А дальше, когда уже мысли какие-то у нее появились, дальше идет фактически уже отработка, ну, этих вариантов. Ну, например, Наталья говорит о том, что... Это не мое. Это не мое. Это самая главная проблема, да, которую прям прям очень бы хотелось разобрать. На самом деле, то есть, есть ряд людей, которые приходят на встречу и говорят, это не мое. Почему? То есть, я сразу, ну, то есть, моя задача сразу тут же отработать. Подожди, Наташа, не поняла, что ты имеешь в виду? Ну, не мое это, ну, вот. Ну, я не продавать не умею, не ходить с людьми. Вообще, я такой волк-одиночка, мне хочется, знаешь, вообще вот так вот всех отделиться, сидеть там в своем личном кабинете и заниматься только своей работой. А тут ходить, кому-то что-то втюхивать, впаривать, продавать, вообще вот, ну, не мое. Ты молодец, все прям классно получается. Ну, мое это не мое, это вот так. Слушай, а, подожди, а почему ты решила, что нужно ходить продавать? Как ты так решила? Ну, потому что это вообще вот все так делают, все сетевики. И вы все по-одинаковому говорите, и все равно приходится ходить и продавать. Слушай, ну, а если бы тебе не надо было, например, ходить и продавать? Ну, как не надо, да? Ну, вот если бы не надо было точно ходить и продавать, вообще-то стала бы этим заниматься или нет? Ну, наверное, нет все-таки. Ну, не люблю людей, как бы, вообще, они меня бесят, уже устала от них. Ну, ситуация накануне была. В смысле? Ну, вот хочется, понимаешь, ну, это же надо постоянно общаться, это же надо быть постоянно, вот как ты, на позитиве, вся такая, вау-вау, в хорошем настроении. Вот у меня его, ну, вот, ну, вот, понимаешь, ну, не мое, вот, ну, не знаю тебе, как это еще донести, не мое. Слушай, ну, да, без проблем, не твое, так и не твое. Вообще, мы можем на эту тему вообще не говорить, на самом деле, потому что, ну, не все же будут, на самом деле, заниматься сетевым бизнесом, да? То есть, как бы, это вообще нормально. То есть, мы, есть же очень много людей, на самом деле, которые хотят всю жизнь работать на работе. Ну, я правда знаю людей, которые готовы, ну, то есть, таких людей, на самом деле, абсолютное большинство, которые работают с 8 до 5, или, там, с 9 до 6, да, они работают, там, всю жизнь, зарабатывают, там, свои, там, 30 или 50 тысяч в месяц, да, и вообще это для них нормально. В принципе, должны же быть люди, которые будут работать, например, там, в школе, да, воспитывать наших детей, там, работать в больнице, или, там, водить автобус. Ну, то есть, вполне возможно, что это правда твое, да, то есть, вот, где то, чем ты занимаешься. Ну, да, вот это мое, вот я сижу, как бы, напишу свои, там, почему-то, да, все нормально, мне все устраивает. Ну, а вообще есть какие-то моменты, чего ты на самом деле хотела? То есть, ты прям хотела бы отчеты делать, или есть какие-то, ну, что-то как-то по-другому хотела? Ну, я даже не знаю, правда. Ну, ничего не хочется, как-то такого настроения вообще апатичное. Ну, смотри, мы можем с тобой тогда встречу не продолжать, то есть, если честно, да, потому что я, видишь, я ищу людей, которые реально хотят зарабатывать. То есть, если тебя в твоей жизни все абсолютно вообще устраивает, то вообще без проблем. Потому что, видишь, у нас ситуация такая, другая. Мы ищем людей, которые хотят зарабатывать много, которые хотят зарабатывать, например, то есть, вот, у меня есть просто ребята, которые работают в моей команде, которые буквально за, причем они тоже мне говорили о том, что они не хотят общаться с людьми, потому что они устали на своей работе, ну, потому что, правда, там сейчас стрессов очень много, чего такого там ответственности. Вот. У меня есть ряд людей, которые вышли буквально там на первый, в первом месяце они уже вышли на доход там 30-50 тысяч рублей в месяц. Через полгода они вышли уже на доход около там 300, например, там, да, есть люди, которые сделали там за полгода 700 тысяч в месяц доход. Вот. И сейчас они уже живут, у них уже нету такой потребности там и необходимости общаться с большим количеством людей. Фактически они общаются уже только со своими партнерами, да, то есть уже с теми, кто есть. Вот. Поэтому, если ты реально хочешь, ты правда, прям правда хочешь иметь то, что ты имеешь сейчас? Ну, нет, конечно. Но в будущем-то я планирую какое-то вообще движение, там, какой-то карьерный рост, естественно. Ну, вот, но сетевой, там, ну, не мое. Да, ну, вообще без проблем. То есть здесь, знаете, смотрите, здесь принцип надавил-отпустил. То есть если я буду все время давить и говорить о том, что, Наташа, нет, да ты что, ты не понимаешь, сетевое это твое. Но, в принципе, во-первых, я сама понимаю, то есть я выбираю людей. Если человек вот так вот, не мое, не хочу, у меня все хорошо, дорогие. А нужно ли мне этот человек команду, во-первых, в принципе, изначально? То есть я его буду потом тащить, то есть я его сейчас уговорю любой ценой, чтобы он вошел ко мне сейчас в бизнес, да, а потом его посажу себе на шею и буду его тащить. Ну, нафига? Да, то есть мне получается, я изначально ищу тех людей, которые самоходные, которые ищут, которые чего-то хотят и которые хотят разобраться. А если человек говорит о том, что я вообще ничего не хочу в жизни, меня все в жизни устраивает, и вопрос не в том, то есть получается, смотрите, я задала вопрос сначала, она говорит о том, что я, сначала первый вопрос был такой о том, что я не хочу продавать, ты продажник, соответственно, я не хочу ходить и уговаривать людей. Я задала вопрос о том, что, а если бы тебе не нужно было ходить и уговаривать? Она говорит, нет, я бы все равно не стала заниматься. То есть, по сути, это проверка, да, потому что если я и начну сейчас рассказывать, почему не нужно ходить и убеждать, да, то есть это будет ответ не на тот вопрос. А когда она мне говорит о том, что Наташа говорит о том, что нет, я вообще не хочу, потому что меня все, в принципе, сейчас устраивает в жизни, это значит, что я не нашла мотивы. Это, скорее всего, изначально у меня не был выстроен контакт, не было выстроено доверие с ней в самом начале. И поэтому, получается, она, сейчас она мне декларирует какие-то вещи, что меня все устраивает, на самом деле ее в жизни все не устраивает. То есть есть много вещей, которые не устраивают, да, но она сейчас, она держит маску, ну, в данный конкретный момент человек держит маску. И на встречах у нас изначально человек часто бывает, держит маску и хочет показаться, что у меня все окей. А на самом деле не всегда так. То есть если я буду знать чуть больше про нее, если я буду понимать, например, о том, что, ну, к примеру, да, у кого-то из, ну, то есть, например, у человека, например, есть предположение, ну, непонятно не про Наташу, но, например, да, есть ситуация, которая, что у нее все хорошо там в работе, она работает, работает, но при этом у нее нет личной жизни, допустим. Да, то есть у нее нет мужа, у нее нет детей, и она, получается, работает на работе, и она не хочет видеть детей. То есть получается, если я ей буду сейчас рассказывать о том, что здесь у нас можно заработать там 500 тысяч там или миллион, да, а ей нужно, она хочет построить свою жизнь, да, тогда я буду говорить немножко уже о другой, о других мотивах. То есть если я буду знать, например, что я не буду уже говорить про деньги, я буду говорить о том, что смотри, Наташа, ты можешь этим бизнесом заниматься просто в свое удовольствие. И здесь у нас, вот, ты можешь реально за счет того, что, ну, посмотри, сколько у нас мужиков, ну, даже мы сейчас сидим, да, здесь у нас мужчин 50 на 50, да, мужчин и женщин. То есть получается, посмотри, сколько у нас интересных мужчин, и тебе, то есть если ты будешь общаться в нашем кругу, то ты можешь здесь найти себе того мужчину, да, с которым у тебя, возможно, сложится семья. И тогда вот для нее это может быть мотивом, да, или, например, о том, что если я сейчас начну рассказывать о том, что здесь можно зарабатывать, а она получается, она не любит людей, потому что работа, работа, работа. А если я скажу, слушай, так может быть, хватит столько работы, да, может быть, поехали в путешествие, да, то есть смотри, сколько мы путешествуем, мы туда, туда, туда едем. Получается, что если я буду сейчас долбиться и пытаться отвечать на возражения все время, да, то она будет все время закрываться, потому что на лице у нее маска сейчас. А если я отпускаю, говорю, слушай, Наташа, да мы можем вообще, ну, всю эту тему вообще отпустили, убрали, мы больше про это вообще не говорим. Давай тогда просто, раз уж, там, мы все равно здесь, ну, давай там про что-нибудь другое. И я ей начну рассказывать про наше путешествие, как мы поехали туда, куда мы планируем еще съесть, куда она хотела. И я через какой-то, то есть я ее отпускаю на какой-то, на несколько минут, мы говорим вообще на другую тему. И потом я делаю заход, но уже с другой стороны, да, через путешествие, через семью, через еще что-то. То есть получается, здесь нам так или иначе, нам нужно, чтобы у нас было доверие, иначе не будет вообще никакого диалога. Нам нужно, чтобы у нас было понимание в отношении мотивов человека, да, потому что я, мотивы могут быть разные. Например, у нее может быть мотив, что она не хочет общаться с людьми, но она не хочет общаться с людьми, потому что она работает, например, постоянно на потоке, и люди к ней идут, идут, идут. И ей могу показать о том, что смотри, на самом деле в нашем бизнесе, как ты работаешь, ты не работаешь вообще всеми. Потому что когда я, например, выстраиваю свой бизнес, понятно, что у нас строится на большом количестве людей. Но на самом деле, как это все работает, я не общаюсь вообще со всеми, а получается, я нахожу несколько людей, чаще всего это мои друзья, да, либо те люди, которых я сама выбрала. То есть я выбираю сама свою команду тех людей, с которыми мне нравится работать, с которыми мне комфортно. И дальше я уже общаюсь с вот этими конкретными людьми, все. Я им уже помогаю выстраивать команду, и в лучшем случае я знаю там второе, но может быть кого-то из третьего поколения, все. То есть я не общаюсь с огромным количеством людей, я не хожу с сумками, я не хожу по предприятиям и так далее. То есть наоборот, в отличие от того бизнеса, которым ты сейчас занимаешься, да, то здесь у тебя есть возможность выбрать то количество людей, с кем общаться. Ты можешь дозировать, ты можешь работать с ними, либо там встречаться тогда, когда тебе удобно, в том месте, где тебе удобно. И, соответственно, это как раз более комфортно, да, и получается, я буду отвечать на ее вопросы. Но принцип, да, надавил-отпустил. Вот с этим понятно же, да? Я так, в общем-то, неинтуитивно так и строится, поэтому я не могу своей команде пока донести вот это, потому что я делаю очень много заходов с разных сторон, через историю, через семью, через вот так, и в итоге как-нибудь докапываюсь до истины. Вот это очень сложно дублицировать, мне, вот, по крайней мере. Здесь, вот смотри, мы сейчас говорим о том, чтобы повысить определенный уровень конверсии, да? То есть получается, что понятно, что даже человек, который приходит сейчас, он новичок. Если у человека есть вера, убежденность в том, что этот бизнес работает, то просто за счет статистики, то есть если он берет 100 человек, и просто за счет статистики, за счет того, что он проводит встречи, так или иначе будут люди, которые, даже если он скажет непрофессионально, они согласятся. И при этом, получается, вторую встречу проводишь ты, с учетом уже, то есть им не нужно, ты им еще не передаешь вот эти все знания, навыки и все остальное. Понятно, что в процессе они чего-то славливают, но за счет того, что вторую встречу проводишь ты, ты закрываешь сделки, да? И поэтому, получается, вторая встреча, вторую встречу проводит наставник. Да, вторая встреча должна быть более сильная. А дальше в процессе понятно, что он уже наберет какие-то варианты решения, уже каким образом можно сделки закрывать, да? И, соответственно, уже эта ситуация будет. Но то, что мы сейчас делаем, мы стараемся увеличить конверсию, чтобы больше сделок из тех, которыми мы, то есть тех людей, которыми мы встречаемся, чтобы больше сделок закрывалось. Вот и все. А можно вопрос? Да. Вопрос, мы говорим о степени доверия, это когда мы встречаемся с человеком, то есть, но когда, если новичок идет с наставником на первую встречу? Что тебе мешает с ним на первую встречу в своей доверии? Ну, я, у меня было несколько опытов, когда люди передо мной в маске сидели, ну, потому что мало знакомый я человек, а потом я выходил из кафе, и ко мне выходил мой, ну, новичок, там, ну, не новичок, может быть, говорит, слушай, ну, ты ушел, он там раскрылся, сказал, да, ему все нравится, на самом деле, он просто при тебе там стеснялся, сидел, потому что там не хотел говорить, что у него какой-то негатив в жизни есть. Ну, такое бывает, знаешь, как обычно, то есть, какой способ вызвать доверие? Во-первых, самому ответиться. То есть, если ты сидишь сам в короне, ты такой пришел, на понтакт, да, весь там, весь такой важный, и начинаешь нам с ним разговаривать, конечно, он будет показывать, что у него все круто. А если ты такой, ты просто Дима, ты просто Дмитрий, да, с которым можно точно так же пообщаться, поболтать, да, там, спросить. То есть, ты можешь сам на первой встрече, понятно, что не со всеми людьми, да, но ты сам на первой встрече, ты сам можешь расположить человека и вызвать у него доверие, такое, что даже человек, да, сам не вызовет. Поэтому просто для того, чтобы человек расслабился, ты, нужно, во-первых, самому расслабиться. Ну, я обычно ненапряженный. Ну, вот, здесь мы просто, мы встречаемся, и я на встрече, я просто Света. Я просто Света, да, у меня есть опыт, да, у меня есть результаты, да, у меня есть, там, Мерседесы, да, у меня есть большая команда, но я просто Света, которая просто прошла этот опыт, я вот такая, какая есть, да, и я готова рассказать, я готова поделиться, я ненапыщенная на встрече. То есть, и, соответственно, когда я вот такая вот, ну, такая, какая есть, человек тоже открывается, вот. А если я такая, все в маске, да, такой вот, в пиджачке, да, я пришла на деловую встречу, он тоже такой весь пришел на деловую встречу, и у нас, соответственно, мы с ним начинаем бодаться. Поэтому вам нужно для самим, да, сначала расслабиться, быть собой, получать от встречи максимальное удовольствие и разговаривать с ним, как с человеком. Вот, предположим, да, мы с тобой встретились, да, у нас вторая встреча, привет. Привет. Да. Слушай, ты знаешь, я обожаю, чтобы ты сейчас на самом деле, да, потому что мне кажется, что ты такой, вообще, ты реально, ты такой открытый, и мне кажется, что ты такой, ты рядом с тобой, твоя женщина может себя действительно чувствовать женщиной, да, что ты такой большой, сильный, мне кажется, ты всегда там сможешь защитить вообще, как-то с тобой у меня всегда очень легко и комфортно, если честно. Ну, ты меня сейчас нестишь, наверное. Да, бумажник, ведь, может быть. Слушай, ну, я хотела вообще, как, ты будешь там чай, кофе? Да, давай чай, наверное, попьем. Ну, да, вот сейчас мы официантку позовем. Слушай, ну, мы с тобой встречались, да, вот пару дней назад, я тебя там срегистрировала, расскажи у тебя вот за это время, какие у тебя мысли возникли, чё как, чё думаешь про Тайгу? Да, как бы, по большому счёту, да, я сейчас тебе то же самое, что Наташа расскажу, я не люблю продавать, я не люблю общаться с людьми, мне проще, ну, то есть, работать не с командой, мне проще самому это всё сделать, чем вот кого-то там пинай, ходить, упрашивать или что-то ещё делать. Мне проще вот так сделать. Но, с другой стороны, я опять же понимаю, что здесь вот именно, вот в этом бизнесе, который ты мне предложила, да, один в поле не воин. Вот, как бы, мне кажется, что вот так, ну, мне надо научиться работать с людьми. Ну, да, согласна с тобой. Вот, а по большому счёту, как бы, всё интересно, да даже не всё интересно, а интересный чек. Прям вот сам, я не буду кривить душой, мне самое интересное, это деньги. Как бы, чем больше у меня будет денег, тем больше у меня будет свободы. Ну, смотри, я с тобой абсолютно согласна, да, дело в том, что, ну, вообще, в любом деле, в любом бизнесе, если мы говорим о бизнес, деньги у людей, да, то есть, они просто нам платят деньги, либо за ту услугу, которую мы оказываем, да, либо за тот продукт, и, соответственно, нам так или иначе, в любом деле, чем бы мы ни занимались, нам придётся коммуницировать с людьми. И, конечно, чем эффективнее ты с ними коммуницируешь, тем больше денег у тебя будет. Ты знаешь, действительно, в нашей системе, в нашей команде мы обучаем, как работать с людьми, где брать людей, как выстраивать вообще все процессы в компании, то есть, как проводить встречи, чтобы они максимально были эффективны. Поэтому здесь, в этом плане, мы полностью всему научим. Вот, а скажи, ты, у тебя вот в отношении денег, у тебя какие вопросы сейчас вот возникли, на что бы ты хотел получить ответ? Ты уже готов начать прямо сейчас? Ну, я думаю, да. То есть, чем быстрее я понимаю, чем быстрее я начну, тем быстрее я получу результат. Но меня придерживает, опять же, то, что я ничего не знаю. То есть, я уже много лет в перевозках, и мой мозг уже высох там, хорошим, болтается, которую надо сейчас размачивать, по большому счёту. Ну, вот смотри, я бы слышала, что, в принципе, ты готов начать, да, со своей стороны. Я тебе, то есть, мы с тобой сейчас тогда, ну, то есть, проговорим, да, каким образом активируем контракт, сейчас пойдём активируем контракт. Я тебе могу сразу сказать, да, как мы с тобой будем вообще действовать. Потому что у меня нет задачи тебя просто подписать. Ну, я думаю, ты это понимаешь. То есть, моя задача какая? Моя задача, чтобы здесь ты заработал через, там, месяц, два, три, чтобы ты уже вышел на доход 100 тысяч рублей, чтобы через несколько месяцев ты уже зарабатывал 500, а потом дальше миллион. То есть, и моя задача, чтобы ты вышел на доход, там, миллион, да, через, там, за тот период, за который ты себе запланируешь. То есть, у меня нет задачи тебя просто подписать. Поэтому я работаю конкретно на результат. Мы с тобой будем работать в таком формате. Как только ты активируешь сейчас контракт, я тебе дам ссылку, во-первых, на видеоматериалы. То есть, там есть полностью видеоуроки, да, то есть, где брать людей, как приглашать на встречу, как проводить встречу, как отрабатывать возражения. То есть, получается, у нас есть вот полностью вся готовая система в виде видеоуроков. Ты её дома можешь просмотреть хоть на 15 раз. То есть, каждый раз ты можешь её пересматривать, да, какие-то нюансы видеть. Это раз. Второе. Мы с тобой первое время, первую, по крайней мере, неделю, может быть, даже больше, да, столько, сколько нужно, мы с тобой работаем в очень плотной связке. Моя задача – передать тебе все навыки, которые у нас есть. И я вот в идеальном варианте, то есть, тот вариант, который максимально эффективен, то есть, если ты заточен на то, чтобы заработать реально прям сразу много, да, мы можем с тобой даже договориться о том, чтобы, например, 5 дней подряд проводить по 5 встреч. Вместе. И вот за, буквально за одну неделю, за 25 встреч, я тебе просто гарантирую, что ты научишься полностью, ты уже будешь знать, как делать вот эти первичные шаги, как подписывать людей, как формировать команду, как продавать. Мало того, мы с тобой вот уже за это время, прямо за первую неделю, мы уже продадим там часть твоего продукта, может быть, даже весь. И, соответственно, ты уже отобьёшь деньги, уже за первую неделю заработаешь. Ну, смотри, вот то, что ты предлагаешь, да, 5 на 5, у меня так не получится, потому что у меня есть ещё основная работа, которую я сейчас, вот, на данный момент, я оставить не могу, потому что у меня есть какие-то обязательства. Конечно, да. А в каком формате, как ты сможешь работать? Ну, у меня в основном свободное время где-то после 4. Отлично. Мне очень комфортно. Давай после 4. Мы с тобой, здесь важно, чтобы, смотри, мне важно, чтобы у тебя точно получилось. Мы с тобой работать, мы же с тобой партнёры будем, то есть, и, соответственно, мы с тобой можем просто договариваться. Договариваться о том формате, когда тебе будет удобно и когда мне будет удобно. Просто спланируем, да, посмотрим, как лучше выстроить работу и всё. Мне после 4 очень удобно. Ну, да, у меня когда-то время посвободнее, я уже понимаю, насколько я буду... Слушай, а ты про деньги сказал, сколько хочешь зарабатывать? Много. Много? Ну, сколько реально, сколько хочешь? Да, ну, для этого надо понимать, куда я буду тратить. Ну, а на что хочешь тратить, да, я на деньги? Я хочу достроить дачу, построить себе дом, путешествовать. Куда поедешь? Везде, куда глаза глядят. Ну, начнём, наверное, здесь. Себе с Глазовской области. Откуда? Ну, куда-нибудь не так уж далеко здесь. Ну, сначала, допустим, даже элементарно Крым там съездить в Крыму. Я там не был ни разу, но интересно просто посмотреть. Слушай, в Крыму реально кайфово, и мне очень нравится Крым. Мы хотим там тоже купить дом. Слушай, ну, классно. Я теперь понимаю, да, что деньги тебе правда нужны. Давай сразу тогда, может быть, выберем, какой контракт ты хочешь купить? То есть тебе какой вариант больше нравится? Да мне бизнес интереснее. Ну, то есть ты готов прям сейчас активировать бизнес? Давай тогда сейчас прям пойдём активируем контракт. То есть можем карточкой, либо наличкой, вообще без разницы, да, прожим. Да если мы там можем через интернет прям сейчас активироваться. Вот, и я тебе прямо сейчас, то есть когда мы активируемся, я тебе прямо сейчас могу сделать запуск бизнеса. То есть получается я тебе прямо расскажу всю технологию работы. Пошли, давай активироваться. Да-да. Ну, всё, то есть мы активируемся. Ну, то есть вот сделка закрыта, да, получается, класс? А вот. У меня вопрос такой. Я на встречах, когда вот так вот разговариваю с людьми, и когда человек работает, нормально вопросы, я сдаю. Слушайте, и сколько на денег, чтобы там отработать-то оказался? Ну, такой вопрос задаю всегда. Ну, часто очень задаю, мне говорят, ну, вот последний пример, мне сказали, там, мне надо 70 тысяч, я тогда уйду с работы. Я такой, окей, давай тогда мы разберемся, как тебе быстро заработать 70 тысяч. Вот, всё нормально? Ну, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас такой вопрос, Наташа. Отличный вариант, у нас отличный вариант. У нас такая же ситуация была, то есть мы с Наташей обозначились, я говорю, вот, минимум 70 у меня сейчас есть, чтобы было стабильно, я брошу грузовик. Ну, вот, отлично. Ну, вот, то есть получается, что здесь, что мы сделали? То есть мы, получается, проговорили те вопросы, которые человека волнуют, да, то есть ему важно понимать, да, что нужно делать, получится у него нет, ну, что контактировать с людьми, и я ему дала, прогарантировала, да, что я буду рядом, я ему дам материалы, что и будут видеоматериалы, на которые он может опираться, да, что мы вместе будем идти, что у него получится. поговорили о деньгах, о какой сумме, да, зачем эти деньги нужны, то есть он еще раз, понимаете, когда мы еще раз акцентируем внимание, на что ему нужны будут деньги, он опять вспоминает, что, ага, вот эти вот темы решит, тогда он спокойно уже берет, активирует контракт, и все, вот он готов уже к решению. Давайте еще, еще что-то, поиграем, Аркаша, у нас с тобой сейчас встретились, да, у нас с тобой вторая встреча, слушай, я, это, мы с тобой встречались в прошлый раз, и я что-то так и не поняла, ты был биджеем где-то, или что, я не понимаю? Да, был биджеем, вот, прям, любил это дело, у нас была своя там тусовка, и мне прям, ну, у меня хороший музыкальный вкус, и друзья ценят его, и мне прям нравилось играть в вечеринках. Слушай, а почему ты перестал играть, я что-то не помню? Да, что-то все разъехались, все друзья там, то у меня, то в Питере, то в Москве, то в Сочи, и как-то я отошел, ну и плюс семья, все-таки уже надо задумываться о более взрослых вещах, это все-таки было хобби у меня, поэтому вот оставил это дело, в прошлом. Слушай, ну а вообще, так, в принципе, в перспективе, ты бы хотел этим как хобби заниматься? Конечно, конечно, мне это доставляло массу удовольствия. А что нужно для того, чтобы это имело возможность? Ну, стабильный заработок, который позволяет мне путешествовать, там, с друзьями находиться как раз, чтобы я мог свободно перемещаться, там, и по странам, и в Сочи, в Москву летать. А сколько денег надо? Да, я думаю, тысяч пятьсот, шестьсот мне будет вообще. И тогда ты сможешь спокойно заниматься там дежеем своим, да? Да, да, да. Круто. Это, да, смотрите на его взгляд. Ты козового хочешь под себя подписать? Да, и мы с тобой разговаривали, да, там, пару дней назад про тайгу. Вообще, какие у тебя мысли на эту тему? Ну, слушай, ну, вот я вроде хочу, вроде все нравится, но последнее дело, где я занимался, вот прям сильно обжегся, то есть люди как-то не идут на контакт, вроде я им стараюсь помочь что-то, они все вот прям такие вялые, не знаю, вот как их расшевелить, я-то вроде такой весь, ну, движниковый, а энергию вроде трачу, растрачиваю на людей и сам сгораю на этом. А ты каким образом, ты где находил людей там? Это был тоже сетевой проект или нет? Нет, это был линейный бизнес, вот мы и с партнером там его начинали, и как-то он ушел, вроде он должен был отвечать там как раз за маркетинг, за все денежные вот эти дела, и все свалилось на меня, и в итоге я, короче, погорел на этом, в плане того, что я отдавал всего себя и не чувствовал отдачи никакой. То есть, ну, то есть, я, ну, то есть, хотела бы понять, ты сомневаешься, что у тебя здесь получится или как? Да, 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 вот я прям... А в чем сомнения основные? Ну, что я до людей не смогу донести всю ценность, всю, вообще, весь кайф этого бизнеса и все его возможности. Ну, я с тобой согласна, на самом деле, потому что здесь очень важно именно твое, да, твое умение доносить информацию. А там вот те, там, где ты работал, тебя кто-то этому учил или нет? Нет, 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 то есть, это был первый мой опыт такой. И я, конечно, много, очень много подчеркнул оттуда, то есть, прям, набрался опыта, но и сил там оставил еще больше. Ну, ты знаешь, на самом деле я это тоже так же проходила, потому что, когда я начинала работать у меня, я работала в другой сфере, у меня был свой бизнес, и меня тоже стал, я сталкивалась с тем, что мне приходилось самой проходить все на опыте. И, действительно, когда ты работаешь один в линейном бизнесе, это очень сложно, потому что никто тебе не помогает, никто тебя не учит, мало того, конкуренты все время ждут, только когда ты закроешься, да, потому что они хотят у тебя все это дело отобрать, ну, в смысле, забрать твой кусок рынка, да, и чтобы твои люди твои к ним перешли, и клиенты, и твои сотрудники. Вот, поэтому я это тоже проходила точно так же, как и ты. Ты знаешь, здесь, просто здесь немножко другая система. То есть, чем, что мне здесь нравится, тем, что мы работаем в команде. То есть, ты здесь не будешь один, потому что, если ты будешь действительно один точно так же, как там, что-то делать, у тебя наверняка оно тоже получится очень сложно, да, тебе придется само все проходить. Мы работаем по-другому, мы работаем в команде. Во-первых, мы с тобой работаем в связке. То есть, я уже на данный момент работаю здесь, я уже знаю механизмы, я уже знаю, как это все работает, я уже умею мотивировать людей, я умею проводить встречи, я умею закрывать сделки, и мы с тобой будем работать в связке. Я гарантирую тебя, я тебе гарантирую, что мы с тобой будем работать вместе, и я тебе 100% научу, как это делать. Мало того, я тебя познакомлю с теми людьми, которые в этом бизнесе, они реально просто виртуоз. И ты, соответственно, будешь брать успешные практики от разных людей в нашей команде, и, соответственно, это все будешь применять у себя. Причем у нас регулярно проводятся еще групповые большие мероприятия, куда ты можешь приводить своих людей. Мы работаем, знаешь, чем мы отличаемся от других компаний, тем, что у нас нет такого, что мы работаем только нашей структурой, и все. А мы объединяем все структуры, которые есть в Тайге, и мы делимся успешными практиками, успешным опытом, и за счет этого мы все вместе растем. Поэтому здесь я тебе просто гарантирую, что у тебя будет возможность вот это все дело объединить, да, и ты на этом очень хорошо можешь подняться. Вообще отлично, и у меня как раз вот не хватает этого общения. Сейчас друзья все разъехались, и, блин, было бы здорово. Я бы хотел посетить такое мероприятие. У тебя будет такая возможность, и мало того, ты сначала сможешь в этом участвовать, просто как участник, да, а в дальнейшем, с учетом того, что ты любишь быть на публике, на сцене, управлять этим рулем, диджей, и так далее, да, то есть у тебя будет такая возможность, когда ты будешь, и захочешь, если ты захочешь, ты сможешь организовывать такие события. Реально для тебя это будет вообще очень крутой драйв. И мы можем, мало того, мы можем организовывать какие-то вечеринки, на которых ты будешь диджеем. Круто. Классно. Слушай, смотри, получается, что реально бизнес очень крутой, да? Вообще, как ты думал уже о том, какой вообще вариант входа выбрать, когда начать? Слушай, ну у меня сейчас немного есть проблемы с деньгами. Я хочу сразу зайти на бизнес, потому что понимаю, что база как бы это так просто для тех, кто просто со скидкой хочет пить. А стартап, я боюсь, вдруг что-то не пойдет, там, вдруг я слечу с него. А бизнес это вот сразу я зайду, и все будет. Ну а на бизнес у тебя, в смысле, нет денег, или ты просто, они у тебя там на кредитке есть? В чем у тебя сомнения? Ну у меня сейчас зарплата, видишь, непостоянная, и я вот, у меня еще плюс семья, маленький ребенок, и как-то вот так сразу дернув 34, прям сейчас вот не получается. Подожди, а если бы у тебя прям гарантия была, что ты точно заработаешь деньги в ближайший первый месяц, прям, что ты их точно отобьешь 100%, и через, например, там, пару месяцев, то есть там, ну через 2-3 месяца, ты можешь выйти там на 50, 80, 100 тысяч дохода. Если бы у тебя прям гарантия была, ты бы нашел эти деньги? Да, думаю, да, в принципе, 34, не так много. Ну вот смотри, я тебе предлагаю сработать, то есть ты же можешь выделить этому бизнесу время для того, чтобы реально заработать. Конечно, конечно. Мы с тобой можем работать в паре. Мы можем прям с тобой включиться, объединиться. То есть ты же можешь поверить, что я могу закрывать сделки? Мы с тобой можем объединиться, мы можем работать прям в паре. Мы можем выбрать прям просто взять неделю и с ним неделю прям подряд каждый день проводить по 5 встреч. То есть за неделю, грубо говоря, 5 дней подряд мы проводим по 5 встреч, это 25 встреч. Из этих 25 встреч с большой вероятностью, обычно 20% они говорят «да» и заходят на бизнес-вход. То есть, например, если у тебя за эту неделю 5 человек зашло на бизнес-вход, то за каждого из них ты получаешь по 6 тысяч рублей. То есть это уже 30 тысяч за первую неделю. Круто, это я уже смогу тогда. Да, и это считай, ты уже практически отобьешь бизнес-пакет. При этом еще будут люди, которые не готовы будут сразу зайти на бизнес, например, но они захотят попробовать. И мы тогда им продадим продукт. Это, считай, еще плюс розничная премия. Фактически мы можем с тобой отбить твои деньги уже за первую неделю, ну максимум там за первый месяц мы 100% их отобьем.